Окунуться в атмосферу сказки и зажечь огонек детской веры в чудо в каждом, кто пришел на праздник. В преддверии Нового года в Атольятти Азот традиционно устраивает благотворительные концерты для работников предприятия и их семей. Цель только одна, только одна, значит, сделать приятное всем жителям, чтобы они порадовались и снегу свежему, и погоде, и предстоящим праздником, и длинным выходным. Поэтому только одна, дать дополнительный позитивный отклик и от Атольятти Азот всем жителям города Тольятти. В зале, кроме работников заводских цехов и агрегатов, представители домовых комитетов, председатели многоквартирных домов, активисты, ветераны спорта и почетные жители нашего города. Дорогие тольяттинцы, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, благополучия, успехов, счастья. Самое главное, чтобы над нами, над нашими головами было всегда мирное солнечное небо. Дворец культуры Тольятти Азот уже давно стал одним из культурных центров Тольятти. Здесь проводится множество самых разных встреч и вечеров, которые объединяют всех жителей города. Это и лектория химии слова, и творческие встречи с известными писателями, актерами и музыкантами, а также концерты и театральные постановки. Они объединяют наших жителей, они отмечают активных жителей, которые принимают участие в жизни своего района, своего дома. Алена Бекулова стала любимой исполнительницей для многих работников завода. Зрители признаются, что давно ждут встречи с этой актрисой. Она проникновенно исполняет уже полюбившиеся авторские песни о зиме и любви. У Алены большая разнообразная программа. Все для того, чтобы зрители получили максимум удовольствия от ее концерта. Душу для звери, от тоски все вместе. Я очень люблю дарить людям радость. Я счастлива, когда мои зрители счастливы. Гости признаются, что каждый раз приходят во Дворец культуры Тольятти Азот с особым настроением. Это замечательный Дворец культуры. Замечательно. Сюда идешь как на праздник. Работники завода и горожане любят свой Дворец культуры не только за красивый вид. Кроме спектаклей, выставок и фестивалей на большой площадке перед дворцом регулярно проводятся массовые городские праздники. Это заведение открывает свои двери для всех, кто готов творить и участвовать в самых разных культурных и образовательных проектах. Екатерина Советова, Михаил Цуркин. Новости Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова